Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня нашему вниманию будет предоставлена лекция основной ультразвуковой метод исследования брюшной аорты и висцеральных ветвей. Для начала вспомним анатомически, что мы здесь должны увидеть на уровне брюшной аорты. Брюшная аорта входит в брюшную полость на уровне 12-го грудного позвонка и на всем протяжении она лежит по средней линии позвоночника и немного левее. У нижнего края 4-го поясничного позвонка брюшная аорта делится на 2 общепоздушные артерии. Основные отделы брюшной аорты – это у нас супрарональный отдел и инфрарональный отдел. В таблице представлены основные размеры, которые мы должны учитывать как у женщин, так и у мужчин. Нужно учитывать, что диаметр аорты будет уменьшаться в дистальном направлении ниже уровня отхождения почечных артерий. По данным КТ и УЗИ данные диаметра могут немножечко разниться, но, как правило, это 2-3 мм максимум. К брюшной аорте относятся непарно-висцеральные ветви – это черевный ствол, верхняя брюшечная и нижняя брюшечная артерия. К парным висцеральным артериям относятся почечная артерия, срединная надпочечниковая артерия, яичковая и яичниковая артерия. И к пристеночным артериям – это нижнедиафрагмальная, поясничная и срединная крестовая артерия. В основном на УЗИ мы можем визуализировать и доступна в визуализации основные непарные висцеральные артерии – это чревный ствол, верхняя брыжечная артерия, нижняя брыжечная артерия и почечная артерия. Здесь анатомически пошагово давайте вспомним, что вначале у нас отходит чревный ствол, далее верхняя брыжечная артерия, две парные почечные артерии и нижняя брыжечная артерия. Это артерии, которые доступны в визуализации на УЗИ. Про чревный ствол. Он отходит от аорты ниже ортального отверстия диафрагмы и по средней линии отдает три основных сосуда. Это селезеночная артерия, левую желудочковую артерию и печеночную артерию. В 2% случаев селезеночная артерия может отходить от аорты самостоятельно. Достаточно варьирует ответвление чревного ствола, то есть мы видим, что анатомически достаточно большое количество может быть разных вариантов деления. От селезеночной, от печеночной и желудочковой артерии мы видим именно их разное отхождение. Далее, на расстоянии чуть ниже 0,5-2 см, ниже чревного ствола по передней стенке брюшной аорты, отходит верхняя брыжечная артерия. Основные ветви верхней брыжечной артерии – это нижняя поджелудочная, 12-перстная артерия, тущекишечная и подвздошно-кишечная артерии, подвздошно-ободочная, правая ободочная артерия и средняя ободочная артерия. В основном верхняя брыжечная артерия участвует в кровоснабжении практически всей тонкой кишки, двой части толстого кишечника и также при окклюзионных поражениях артерий нижних конечностей верхняя брыжечная артерия является источником коллатерального кровообращения. И нижняя брыжечная артерия участвует в кровоснабжении всей толстой кишки и также обладает достаточно широкой сетью коллатеральных сосудов с артериями верхней брыжечной артерии и также может отдавать коллатеральные ветви при окклюзионных поражениях дистальных артерий на ногах. Теперь отдельно про почечные артерии. Они отходят от брюшной аорты на уровне первого-второго поясничного позвонка. Правая почечная артерия начинается немного выше левой и длина почечной артерии справа несколько больше. По диаметру правой и левой почечной артерии не превышают 6 мм. При этом перед почечными артериями анатомически мы видим наличие почечных вен, что порой затрудняет визуализацию кровотока в устье и в максимальном сегменте, а также и в воротах почечных артерий. Основной ствол почечной артерии делится на толстую переднюю ветвь и более тонкую заднюю ветвь. Далее, войдя в почечный синус, основной ствол делится на сегментарные ветви, которые далее делятся на междолевые и междольковые артерии. Междолевые артерии также делятся на дуговые, которые имеют анастомозы между собой. Примерно в 20% случаев мы можем отметить наличие добавочных почечных артерий. Их диаметр, как правило, меньше, чем у основного ствола, поэтому здесь ошибок быть не может, потому что диаметр основной артерии будет превышать диаметр как аберрантной артерии, так и добавочных почечных артерий. Существует также и удвоение почечных артерий. Это диагностируется, когда в почке подходят два одинаковых по диаметру артериальных сосудов, и аберрантная почечная артерия, которая, как правило, не входит в почечный синус вместе с основной почечной артерией, а кровоснабжает либо верхний, либо нижний полюс. К пристеночным ветвям аорта относятся нижние диафрагмальные артерии. Поясничные ветви аорты и средняя крестцовая артерия. Нижняя диафрагмальная артерия также парная и средняя крестцовая артерия. Эти две артерии также будут являться основным источником кровообращения при поражениях дистальных отделов аорты и артерии нижних конечностей. Теперь отдельно про подготовку. Во-первых, пациент как минимум за три дня до начала исследования должен придерживаться диеты, то есть исключаются все продукты, которые могут вызвать излишнее газообразование. При этом мы должны все-таки для людей с наличием сахарного диабета какие-то поблажки осуществлять. То есть не для всех пациентов должна быть какая-то строгая диета. Брюшной отдел аорты в B-режиме визуализируется как энхигенной трубчатой структуры образования с наличием гиперэрхогенных стенок. Наружный диаметр аорты в инфрагрональном отделе не должен превышать 25-26 мм. Измерения мы должны проводить как в поперечном, так и в продольной плоскости. Внутри аорты мы измеряем в цветовом дуплексном режиме кровоток. Он должен иметь трехфазную кривую. Спектр кровотока, максимальная систолическая скорость его не должна быть выше 0,8 и 1 метра в секунду. Также, я как уже сказала ранее, основные висцеральные ветви аорты, которые по диаметру будут доступны нам для визуализации, это в основном почечные артерии, верхние и нижние приженщенные артерии. Они имеют достаточно глубокое, глубоко залегают, поэтому для сканирования высокочастотными датчиками эта зона будет проблематична. И для выявления каких-то структурных нарушений здесь мы в основном будем придерживаться именно скоростных характеристик. Анабризма брюшной отдела аорты – это расширение аорты более 3 см. Большинство пациентов могут иметь симптомы, но бывают и асимптомные пациенты. Поэтому для наличия, для определения анабризма мы должны смотреть пациентов, которые находятся в группе риска. Это пожилой возраст, мужской пол, курение, наследственная предрасположенность, наличие мультифокального атеросклероза у пациентов с гипертонической болезнью, с наличием высоких цифр холестерина. По патогенезу развитие выделяют истинные, ложные и расслабляющие анабризмы. К истинным относятся анабризмы, которые характеризуются локальной дилатацией просвета аорты с сохранением трехслойного строения стенки. Такая анабризма в основном возникает у пациентов с наличием атеросклероза. Ложная анабризма также характеризуется дефектом в стенке аорты, который может быть связан с гематомой. Это чаще всего характер имеет травматический. При этом, если кровь циркулирует из аорты в гематому, то перед нами возникает пульсирующая гематома. Как правило, она является осложнением функции, либо же в результате неадекватного гемостаза, или в результате инфицирования. И расслабляющие анабризмы аорты. Между расслабляющимися слоями стенки может также формироваться новый ложный просвет с наличием в нем кровотока и наличием тромбоза. По классификации Покровского тоже выделяют четыре типа анабризм. Первый тип – это поражение проксимального супраренального отдела брюшной аорты с вовлечением висцеральных и почных артерий. Второй тип – это поражение дистальных почных артерий инфраренального отдела без вовлечения бифуркации. И третий тип – это поражение аорты дистальных и почных артерий с вовлечением в процесс бифуркации аорты и воздушных артерий. И четвертый тип – это тотальное поражение брюшного отдела аорты. При обнаружении анавризма мы должны определить ее локализацию, определить ее размер, диаметр. В основном измерения мы проводим при поперечном сканировании в передне-заднем направлении. В заключении также мы должны указать максимальный размер анавризматического мешка. Помимо этого мы должны увидеть максимальный уровень и дистальный уровень анавризма. Это затруднено ввиду больших размеров самого анавризматического мешка, либо же девиации аорты влево. Такое практически всегда наблюдается у пациентов с атеросклеротическим поражением. При невозможности измерения расстояния между почными артериями и началом анавризматического мешка мы можем ориентироваться на положение анавризма относительно верхней приженечной артерии. И дистальный уровень анавризмы также с указанием вовлеченности бифуркации аорты и подвздошных артерий в патологических процессах. Характеристики анавризматического мешка мы тоже оцениваем. Это толщина ихогенных стенок, наличие дочерних анавризм и нарушение целостности стенок с наличием пристеночного тромбоза. При подозрении на разрывы анавризмы исследуется также параортальная область для обнаружения забрюшины гематомы. Контуры забрюшины гематомы обычно неровные, структуры ее неоднородны, преимущественно имеют гипоэхогенную ткань. Гематома прилегает непосредственно к стенке мешка и в ряде случаев мы можем даже увидеть дефект, то есть место разрыва. Также мы должны оценить характеристику кровотока в области анавризмы. Там происходит достаточно выраженное нарушение кровотока в виде повышения и наличия выраженной турбуленции кровотока. Здесь на левом слайде представлены анавризмы инфраронального отдела орты с асимметричной анавризматической чашей. При этом мы видим измерение в поперечном сканировании брюшного отдела орты. В просвете мы видим наличие наложения тромботических масс. Помимо того, что мы указываем сам диаметр анавризмы, мы должны и указать диаметр тромботических масс, толщину этих масс и диаметр свободного просвета. На правом слайде мы видим уже в продольном сканировании также анавризмы аорты с вовлечением подвздошных артерий. Мы видим наличие также тромботических масс, распространяющихся вплоть до воздушных артерий. И в поперечном сканировании анавризма аорты, которая также переходит на две воздушные артерии. Анавризма на фоне атеросклеротического поражения. Мы видим стенки аорты с наличием атеросклеротических бляшек с включением кальция. И ниже места отхождения почных артерий мы видим локальное расширение инфраренального отдела аорты с наличием тромботических масс в просвете аорты. Здесь также мы видим осложнение, как анавризма на фоне выраженного атеросклеротического процесса. Здесь площадь эффективного просвета будет достаточно маленькая по сравнению с тем диаметром и толщиной тромботических масс, которые здесь представлены. Когда же мы будем рекомендовать динамическое наблюдение пациентам с наличием анавризма? В основном, если диаметр не превышает 3 см, то можно придерживаться правила 1 раза в 5 лет. При наличии диаметра до 3,5 см диагностику проводить уже 1 раз в 3 года. И при наличии анавризмы размерами больше 5 см здесь строгое наблюдение вплоть до 1 раза в месяц. Также естественным течением анавризм брюшной аорты характеризуется постепенным или же внезапным расширением ее диаметра. Турбулентный ток крови по пориферии анавризм может также приводить к наличию пристеночного тромбоза. И это в дальнейшем способствует развитию наиболее частых осложнений анавризма. И к ним относятся это расслоение, изъязвление тромботических масс, расслоение аорты, пенетрация в прилежащие ткани с образованием интермуральной гематомы, разрыв самой анавризмы и тромбоэмболические ишемические осложнения. Здесь представлены основные те случаи, которые были перечислены выше. Здесь мы видим расслоение анавризматической чаши. По периферии мы видим гипоэхогенную структуру. Как раз-таки здесь мы видим процесс расслоения пошел. И ретро-периентальная гематома при разрыве анавризма брюшного отдела аорты, поперечном сканировании. Здесь мы тоже видим процесс наличия жидкостного компонента. Он, как правило, имеет гипоэхогенную структуру. Отдельно хотелось бы поговорить про острый аортальный синдром. Он включает в себя ряд неотложных состояний, которые характеризуются сходными клиническими проявлениями. Они, как правило, возникают вследствие разрыва или же изъязвления стенки аорты со скоплением крови в средней оболочке, либо же при разрыве мелких сосудов с последующим кровоизлиянием в медиу. Расслоение аорты по терминологии – это нарушение целостности медиального слоя вследствие интрамурального кровоизлияния, в результате чего развивается расхождение слоев стенки аорты с последующим формированием истинного или же ложного просвета сосудов при наличии или отсутствии сообщений между ними. Еще раз, классификация уже диссекции аорты в зависимости от локализации. Подыбейки выделяют три типа в зависимости от поражения. Мы видим здесь и восходящий отдел и нисходящий отдел вплоть до брюшного отдела аорты. При втором типе – это восходящий отдел аорты и нисходящий отдел аорты с вовлечением брюшного отдела аорты при третьем типе. Какие существуют основные требования к визуализации при острой диссекции аорты? Мы должны оценить поражение согласно анатомическому делению аорты на сегменты, локализацию области начального и повторного разрывов при наличии, оценить степень вовлечения ветвей аорты, выявление дефектов перфузии, выявление ишемии органов или тканей, наличие кровотечения в около аортальную область и наличие выплата и оценки его тяжести. Расстояние брюшного отдела аорты. Мы видим, что датчик у нас здесь располагается продольно. В просвете аорты визуализируется отслойная интима с картированием кровотока в ложном просвете. На правом слайде также ретро-перинитаральная гематома при разрыве анабризма брюшного отдела аорты. В продольном режиме мы это сканируем. Здесь визуализация идет через нижнюю полу вену. То есть сверху нижнюю полу вена. Мы видим неоднородные структуры стенки с наличием гематомы. Разрыв анабризма наиболее частым осложнением является. На сегодняшний день считается, что основной фактор, от которого зависит разрыв анабризма, анабризма – это его размер. Здесь представлены факторы риска разрыва. То есть при диаметре анабризма более 7, степень риска разрыва превышает 30-33%. При наличии анабризма до 4 см риск разрыва практически нулевой. И от 6 до 7 см – около 22%. То есть здесь есть специальное даже процентное соотношение в зависимости от диаметра этой анабризмы. Отдельно про висцеральные ветви, чревный ствол и его ветви. Мы визуализируем в основном в продольном режиме. Для этого используем конвексный датчик. Сначала мы должны зарегистрировать скорость кровотока. Обязательным также является измерение параметра кровотока при глубоком выдохе и при задержке дыхания. В норме на высоте выдоха отмечается увеличение пиковой систолической скорости кровотока по сравнению с фазой глубокого вдоха. Наибольший прирост скорости кровотока в фазе выдоха наблюдается у лиц астенического телосложения, а также наименьший у гиберстейников. Здесь представлены основные скоростные характеристики, которые мы должны зафиксировать в чревном стволе и в его ветвях. Это общепеченочные и селезеночные артерии. На УЗИ мы видим характерную для чревного ствола крылья чайки, где правым крылом является селезеночная артерия, левым крылом является общепеченочная артерия. Далее мы исследования проводим в поперечном сканировании. Что мы рядом видим с аортой? Рядом мы видим нижнюю полую вену и воротную вену. Такие вот анатомические границы мы должны обязательно их оценивать. Также мы чуть ниже можем просмотреть и верхнюю брюжеечную артерию. Она, как правило, отходит под углом. Кровоток там в основном имеет высокое периферическое сопротивление и достаточно низкую диастолическую скорость. Скорость в верхней брюжеечной артерии колеблется в диапазоне от 1 до 1,5 см в секунду. В нижней брюжеечной артерии скорости примерно такие же. Как мы будем визуализировать почечные артерии и вены? Существует несколько доступов. Это передний доступ, положение лежа на спине, примиряется в основном для исследования устьев почечных артерий. И заднелатеральный доступ, который представлен здесь, это положение пациента лежа на боку, используется в основном для исследования дистальных сегментов почечных артерий и исследования уже сегментарных артерий и далее внутри почечных артерий. Боковой доступ из правого и левого подриберия также позволяет при косовертикальном сканировании визуализировать как саму аорту, так и отхождение от нее почечных артерий. Поворачивая датчик параллельно реберной дуге на уровне срединоключечной линии, из этого доступа мы также можем видеть аорту в поперечном сечении и продольный срез правой почечной артерии практически на всем ее протяжении. При наличии хорошей визуализации можно исследовать левую почечную артерию. Но, как правило, левая почечная артерия она немножко короче, чем правая, поэтому и анатомически левую почечную артерию бывает достаточно трудно визуализировать. Также при исследовании с помощью бокового доступа при положении датчика параллельно реберной дуге по срединоключечной линии визуализируем правую почечную артерию на всем ее протяжении практически у 100% пациентов. А левую почечную артерию мы можем видеть в таком положении до 90%. Здесь представлено отхождение почечных артерий в режиме цветовом дуплексном скартировании правой почечной артерии и левой почечной артерии. И основная техника сканирования. Мы видим, что метка датчика направлена на большой палец, то есть таким доступом мы можем осуществить диагностику поражения почечных артерий. Также кровоток почечных артерий имеет двухфазную доплеровскую кривую. Систолический пик обычно расщеплен на ранний заостренный пик и закругленный поздний систолический пик. Кровоток не должен превышать 1 метра в секунду. Для оценки кровотока также мы рассчитываем рено-артальное отношение пиковых систолических скоростей кровотока и индексы. Пиковая скорость измеряется в устье почечных артерий и в аорте, непосредственно ниже отхождения верхней брюшечной артерии. Если пиковая систолическая скорость в аорте меньше 50 см в секунду, то использовать индекс будет некорректно. В норме значение индекса не должно превышать 3,5. В среднем скорость кровотока в основном стволе почечной артерии, как я уже говорила ранее, не должен превышать 1 метра в секунду. И для нас еще один показатель имеет большое значение – это индекс резистентности, то есть индекс жесткости сосудистой стенки. Он также рассчитывается отдельно, и его значение не должно быть выше 0,7. В цветовом скортировании мы видим на левом слайде почечной артерии из право-бокового доступа и на правом слайде почечной артерии из лево-бокового доступа. Какие основные ультразаковые признаки окклюзионного поражения бывают у ветвей аорты? Во-первых, это наличие локального сужения просвета артерии, наличие атеросклеротической пляшки или тромботических масс в просвете, также превышение диаметра печеночной артерии над селезеночной присты, нозе черевного ствола. Но основным все-таки критерием сужения и окклюзии мы будем использовать цветовой доплексный режим, где будем измерять именно скоростные характеристики. И по скоростям будем ориентироваться. Вот конкретно для почечных артерий хотелось бы сказать, что если мы видим скорость кровотока, которая превышает в устье почечных артерий 1,8-2 метра в секунду, то это будет явным признаком того, что в этом месте возможно значимое стенозирование просвета, как правило, больше 70-75%. Но не будем забывать про кровоток в самой аорте, если он будет 1,1 метра в секунду, то есть рено-аортальное соотношение не будет превышать 3,5, то здесь мы должны провести диагностику. Скорее всего, поражение именно стенотическое в этом месте может отсутствовать. Про черевный ствол. Также увеличение пиковой скорости кровотока здесь более 2,4 метра в секунду. По сравнению с почечной артерией здесь стеноз будет описан свыше 70%, только при наличии скорости больше 2,4-2,5 метра в секунду. О значимом поражении верхней брюшечной артерии больше 75% также будет свидетельствовать увеличение пиковой скорости кровотока больше 2,8 метра в секунду. Также наличие ретроградного кровотока в общей печеночной артерии – это критерий значимого сужения или оключения чревного ствола. Здесь в B-режиме мы видим как раз-таки стеноз черевного ствола. Далее после посттенотическое расширение идет черевного ствола. Здесь даже рассчитан диаметр этого сужения. И в дуплексном режиме мы тоже видим значимое посттенотическое расширение. И кровоток вместе с стенозом практически имеет достаточно высокий, высокоскоростной турбулентный спектр кровотока. Отдельно по компрессионной стеноз черевного ствола или синдром компрессии черевного ствола – синдром Данбара. Это заболевание обусловлено экстравазальным сдавлением черевного ствола брюшного отдела аорты, срединой дугообразной связкой диафрагмы. И ножками диафрагмы или наличием нейрофиброзной ткани черевного сплетения. К основным признакам компрессии черевного ствола мы будем относить к деформации черевного ствола, сужение его на протяжении, также характерно для компрессии медиальной ножки диафрагмы и черевными ганглями, и посттенотическое расширение просвета черевного ствола. А также ускорение пиковой систолической скорости кровотока, фазу глубокого выдоха более 75%, по сравнению с фазой глубокого вдоха. Значимое более 15% снижение пиковой систолической скорости кровотока и индексов сопротивления в селезеночной артерии. Это основные признаки, которые будут выявляться при наличии данного синдрома. Таким вот образом мы его будем также визуализировать. Мы видим в месте компрессии достаточно выраженный турбулентный кровоток. Про стенозы почных артерий я уже в основном говорила. Про окклюзию почных артерий такое тоже встречается. Если мы не видим кровотока, естественно, в цветовом доплексном режиме в просвете почной артерии, то мы можем писать о наличии уже окклюзионных поражений почных артерий. Здесь наличие стеноза в устье почной артерии. Мы видим стено-окклюзионный такой спектр кровотока, который превышает, как на правом слайде, 2 метра в секунду. И кровоток мы видим тоже турбулентный, что характерно для стенозического поражения. В основном про эвестиральную артерию и право-брюшное отдело орты мы закончили. Поэтому, если есть вопросы, задавайте.